всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог и сегодня вместе с вами я хочу сделать один эксперимент кое-что заказала на вальберис ну где еще я могу что-то заказывать я заказала по рекомендации одной моей знакомой вот такое средство для обработки обуви здесь не только обуви а это защитные спрей для всех типов ткани и кожи это универсальное супер гидрофобное средство препятствует загрязнениям отталкивают воду грязь реагенты подходят для обработки текстиль и замша кожи и но бука вот такое вот средство заказала на вальберис он есть еще и на зон это средство но я как как всегда где я еще могу только заказать ссылку конечно же я вам оставлю я короче решила сделать эксперимент мне даже очень интересно у меня есть любимые мои красочки вообще вы знаете что осень в питере это такая это дождливая пора вот я осенью очень люблю носить вот такие свои кроссовки они мне уже конечно ну не первой свежести но все же в общем я их постоянно ношу осенью один кроссовок я обработала этим средством 2 нет даже на видео видно какой не обработала какой нет вот этот обработан вот этот нет видите даже такой более насыщенный цвет стал обратите внимание я хочу короче вместе с вами сейчас попробовать полить на воду и посмотреть пропускает или нет я уверена что не будет пропускать потому что то что обработано это уже даже видно обувь хорошенько вы мало вчера вечером обработала ночью меня как раз постояла и сейчас давайте экспериментируем и посмотрим как выдержит или нет для полноты эксперимента вышла я на улицу тут моя джу сенька не мешай маме вот но не мешай маме так значит это у нас обработанный кроссовок это не обработаны давайте налила немножко водичку джуси уйди польем начали на обработанный вы посмотрите девочки вообще огонь слышите я мальчишкам своим обувь это обработаю смотрите вообще не намокла вообще сухое и вот этот чуть-чуть полью вот видите нам около намочила кроссовок ну а сейчас поставлю сушиться видите сразу нам около мне очень нравится эти кроссовки на проблема до в том что они намокают и этот ногу еще раз супер девочки смотрите каплями остается каплями остается супер вот так вот выглядит это средство очень всем советую я сейчас обработаю все обувь всю и свою и мужа и детей вот видите смотрите при вас все поливала вот капельки остались а здесь нам около этой пропитки должно хватить на один сезон то есть достаточно чистую обувь начале сезона обработать и целый сезон вы будете ходить в чистенькой обуви супер всем советую ссылку как всегда оставлю вам под этим видео всем снова привет но я не я если осенью не пойду в лес со своими девчулями вдвоем доехали на машине но далеко мы не уехали потому что на то то место где куда я обычно езжу там сейчас ремонтируют дорогу вот и и что и получается там не съехать на обочину а там нужно на обочину съезжать на обочину шоссе дальше эти пешочка в общем туда мы не добрались уже ушатала своих девчонок девочки просто они у меня уже и стонали и все в этом духе вот в итоге вернулись обратно к себе в поселок и решили погулять здесь но в лес тоже собрались и самый прикол девочки знаете еще в чем в том что мне сейчас пишет муж и говорит сейчас горит должны скоро прийти газ проверить а я в лесу они не знают что я в лесу я вам больше скажу они меня не отпускают в лес все это время потому что считали что я либо заблужусь либо что-нибудь со мной произойдет в общем а я взяла и уехала это трансформаторная будка вот взяла девчуль и мы поехали но грибов нет не зря мне говорили все что грибов нет вот но я хочу собрать хотя бы горькушки обычно горькушки я собираю но немного сейчас хотя бы их соберем посмотрим с девчульками погуляем ну буквально недолго мы получать потому что мы очень долго сюда пытались добраться из-за того что дорогу ремонтирует в общем как то так вот но девчульки мои счастливы он даже бодряком такая как как молодуха знаете вот так что время 11 часов я решила по-бырому так что сейчас пойдем с девчонками погуляем бону мне не может перелезть через дерево вот зачем ты дошла иди сюда с этой стороны бона джузька она понятно как лисичка у меня иди сюда идешь забрела туда и стоит не может перепрыгнуть через бревно бона монет зачем туда полезла все она у меня уже выдохнуть короче мы чуть-чуть я немножко собрала девочки я даже этот белый грибочек нашла представляете ни одного подберезовика зато белый гриб он дышит все немножко побегала даже мне молодец мужчина она не бегает пойдемте там девочки но у нас это такой лесок тут все гуляют собаками гуляют это поэтому тут уже конечно все пособирали но все равно чуть-чуть я собрала он эти уже сбиты это поганки значит уже кто-то прошел и посмотрел все собрал как-то тогда бона ну ладно я подумала что если воды и не взяла эти язык уже на бок а вот там увидел может тут женщину встретили с собачкой мне от страха чуть не это самое бона лает начала чтобы она думаешь мы потерялись нервничать моя чуть от страха не это самое какой-то грибочек наверно поганка поганка вот общем гуляем кто-то у меня не боец да все кто-то выдохся что совсем чуть-чуть я там собрала дома покажу расстроилась грибов нету вообще девочки даже горькушек даже мало поганок она это только лисичка моя носится вот несмотря на то что нашла один маленький белый все равно остановилась немножко чтобы она чуть-чуть полежала что все видите уже там дома начинаются мы пойдем уже машине а то газовщики должны приехать а мы тут джуська джуське вообще нравится в лесу она как лисенок она везде морду свою визит мордочку сусовая зайти в каждую дырочку пытается кого-то найти поймать мама ищет грибы она дичь видать такой у нас лесок классный то что навеси на даже вот поганок очень мало в этом году потому что август был слишком жаркий для для грибочков ну ничего может единственно что попозже будет грибы хотя посмотрела прогноз там плюс 13 днем но хорошо у нас в лесу да мне как-то писали что как сказочный лес я обожаю в лесу ходить просто несмотря на то что я боюсь клещей но я всегда вот эти гардекс я всегда ими и собак пшикую собак я специальным средством пшикую себя гардексом вот этим вот приду переоденусь душ приму все отдохнула мадам уже не так сильно дышишь воду не стала и брать потому что знала что мы ненадолго вода машине но уже дома попью то что нам ехать пять минут девочки здесь еще видите везде дома и конечно сюда ходят за грибами поэтому здесь на один гриб 500 грибников в общем ладно почопаем мы домой дома покажу свой мини улов до басянька все басяньки страшно в лесу она если кого видят но кто-то из людей начинает лаять да я скажу маму защищаю да но счастливая собака жена века вашу я скачу домой домой хочу до дома хорошо чем ладно давайте девочки последний рывок пойдем это он бегает вообще неугомонная все пойдем дома уже сейчас покажу улов ну что приехали мы домой тут вот красавчик наш ходит вот девчонкам своим дала сейчас сухого корма немножко то джусь у меня совсем из голодавшиеся бон это не стала есть бон очень уставшая я сходила в душ это все что я набрала за почти час в лесу на самом деле это очень-очень-очень-очень мало девочки это очень мало нереально мало с учетом того что я собирала и сыроежки и горькушки вот сыроежки она у меня тут в пакете я даже не стала на самом деле я и на это не надеялась я знала что очень мало грибов что-то очень интересная мама принесла да давай тебе там понюхать что это такое где это было да очень интересно обнюхивал собак всех типа где вы были я тоже хочу туда вот в общем люди собирают и сыроежки и горькушки потому что очень много видела вот моя подруга очень много видела срезанных ножек от горькушек поэтому если люди собирают все значит грибов нет действительно совсем в общем сыроежки ладно я сейчас почищу я не люблю их собирать потому что нужно счищать вот эту вот пленочку со шляпки я это делать не люблю горькушки это вообще смех их нужно замачивать на сутки потом отваривать потом только замораживать белый я заморожу просто это маленький беленький это мне я считаю чисто повезло два маховичка они как-то маховик и еще как-то называется вот это маховички две штучки я их посушу и подберезовик я тоже посушу вот такой вот подберезовик у меня вот джунсенька моя покушала пришла бона тут же мать я все понимаю но это перебор да в лес чтобы ходить ой в общем да она кстати вот так вот дышит не потому что она там толстая ей тяжело нет потому что она когда садится в машину она очень сильно нервничает она думает что я ее везу к ветеринару поэтому она уже в машине начинает дышать так как будто уже все вот поэтому она она нервная женщина очень сильно эмоционально а потом когда я привожу в лес она радуется что ее не привезли к ветеринару начинает бегать как сумасшедшая а потом все выдыхается вот ну джуз вообще мне неугомонная но тоже ведь их хвост опущен значит устала игрушки валяются меня как всегда эти тоже ты устала моя дочь и тоже устала неужели боже мой боже мой тоже сейчас вы часово обсмотрела никто ли не прицепился к ним нет все хорошо вот ну как так рукой я их обсматриваю так что все нормально прогулку удалось до бона удалось чем сейчас поставлю сушить вот эти грибочки а этот прям свеженькие заморожу вместе с отварными сыроежками вместе не буду отдельно откладывать потом когда сырежки достану потом добавлю горькушки сюда мне как раз хватит а эти посушу на супчик а посушу я те грибочки потому что на днях кто же гуляю с бон и я нашла два подбрезовика и решила их посушить потому что ну два замораживать не то не все вот они меня посушены и еще те два потом может быть еще схожу найду где-нибудь вот так что супер в общем в общем что сейчас буду грибочки разбирать ну что тут разбирать смех да и только на бона думаю хорошая принцесса моя будет сейчас дрыхнуть целый день так ну что разобрала свое богатство сейчас буду вот в этот пакет сложу белый гриб его не нужно предварительно отваривать его можно сразу просто обжаривать я вот так вот порезала красивенько сыроежки почистила сейчас буду их отваривать а вот эти вот горькушки их нужно замачивать я их отварю только завтра и добавлю в тот же пакет и вот я вообще подумала вначале расстроился потом подумала а чё я расстраиваюсь я еще раз съезжу и я если даже наберу столько же только может быть другое место съезжу так я так и наберу целый пакет у меня целый пакет лисичек и также будет целый пакет вот такого сорти где будут и белые и такие и такие грибы и получится кстати вот эта грибная смесь очень очень ароматная на пару раз точно мне на зиму хватит но сейчас я не буду делать картошечку жарить я на зиму все это заморожен так что вот так так что не нужно расстраиваться все отлично девчонки мои поели пошли спать девчонки мои это мои собаки они мне две девочки для тех кто меня недавно начал смотреть я всегда так называю в общем сейчас буду заниматься так еще сейчас ходила в огород сорвала это груши но груши вот эти вот они невкусные они вяжущие знаете как они по вкусу как дичка такие кислые в общем груши невкусные мы посадили другую грушу это будем ликвидировать потому что есть ее невозможно сушить они безвкусные в компот тоже не особо вкусные в общем я еще собрала яблоки немножко и черноплодку черноплодная рябина правильно это называется мы и называем черноплодка я сейчас хочу из этого сварить компотик у меня дети с собой но бутылках до таких берут компот еще маленькую кастрюльку я сварю чтобы варю маленькую чтобы не портилось еще сорвалась сейчас кабачок кабачок я хочу я не буду его жарить потому что я не хочу есть кабачок но я его хочу заморозить на зиму просто нарежу сейчас кубиками вот и потом зимой с яйцом сделаю себе вот вкусную еду кабачки у меня не едят домашние только я их не вот сажаю каждый год и тем так что вот так вот сейчас буду тоже готовить так сказать так вот и кабачки два пакетика у меня с одного кабачка я не снимаю вот эту кожицу потому что она такая тоненькая в общем я так вместе с кожей семечками ем и сварила у меня получился вот такой вот компотик на самом деле черноплодная рябина то есть черноплодка она придает такой аромат и цвет прикольный вот компотику мне очень нравится в общем пойду отправлю эту морозилку сейчас съездила забрала мальчишек и приехала напекла блинчики мальчишкам обычные блинчики а эти я попыталась сделать с мясом но с фаршем у меня тут несколько порвалась ничего страшного я вот этот час съем как раз чаем вместе с мальчишками остальные у меня мужу пойдут вот так что такие еще блины еще решила сделать вот такой салат у меня лежит рис в холодильнике что я заговариваюсь девочки самом деле устала уже вот и что-то никто его не хочет есть я решила сделать салат чтобы вы съели рис вы тоже так делать как я я всегда так делала единственно что мне не было майонезом я положила сюда сметанки у меня 15 процент добавила немножко черного перчика соли и нормально вообще пойдет огурцы это у меня еще мои из парника еще и тут мне немножко тоже помидорки были парочку сняла с парника степлицы правильно сказать вот это же решила сюда положить почему нет что все съели вот единственно что лук не стала класть потому что если салат останется у меня мои мужчины могут на завтрак поесть салатик поэтому чтобы не пахло не было лука так грибыши мои почти уже высохли вот такие вот они получаются у меня в общем нормально чуть-чуть с этим не на самом деле у меня там еще есть немножко примерно столько же то есть это на один на небольшую кастрюлю супчиком пойдет я не думаю я уверена что я еще обязательно схожу магазин магазин все девочки заговариваюсь в лес так что накрутила лохматый как всегда ну что девочки на сегодня я уже буду с вами прощаться гулялась в лесу на самом деле такое ну все-таки свежий воздух в лесу и так далее уже очень хочется спать у нас уже вечер вот в общем на сегодня я уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч